Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан. Мухаммад и Марьям в республиканском ЗАГСе назвали самые популярные имена, которые дают детям дагестанцы. О ситуации с электроснабжением, про помощь семьям, участникам СВО и беженцам Палестины. Об этом и не только говорил глава региона Сергей Меликов на пресс-конференции на площадке ТАСС, которая длилась более часа. Также глава региона ответил на вопросы федеральных СМИ, которые по традиции задавали в том числе и неудобные вопросы. В частности, о замурованной депутатом Дербентского горсобрания квартиры одной из местных жительниц. В самом начале пресс-конференции вы уже упомянули тему точечной застройки, жилья. Хотелось бы задать вопрос о продолжении этой темы. Приведу пример. Эту историю снимала наша телевизионная редакция в Дербенте. Депутат городского собрания присмотрел площадку, на котором находился четырехквартирный частный дом. Он хотел его выкупить, чтобы построить там торговый центр. Но, к сожалению, одна из жительниц не захотела продавать свое жилье и осталось жить в этом доме. И торговый центр построили вокруг этого здания. Вот можете ли вы прокомментировать конкретно эту ситуацию? И есть ли планы, так же, как с точечной застройкой жилья, что-то улучшать, модернизировать законодательство в связи с точечной застройкой коммерческих объектов? Я недавно дал поручение для того, чтобы, во-первых, провести проверку в плане исполнения антикоррупционного законодательства самим депутатом. Потому что мне не очень понятно, как народный избранник находит или имеет такие возможности для того, чтобы... Не просто гражданку замуровать, а дом ее замуровать. Тем более в Дербенте, где каждый метр является, по сути дела, предметом памятников культурного наследия. Поэтому мы сейчас вместе с правоохранительными органами проведем проверку в отношении действий этого депутата. Равно как и проверку, чтобы все было, как говорится, справедливо. И в отношении законности строительства этого четырехквартированного дома тоже. То есть, на мой взгляд, здесь просто все нужно досконально выяснить, кто, где, на каком этапе довел эту ситуацию до, извините меня, до абсолютного маразма. И еще один отчет на сей раз главы Кабмина региона перед депутатами. Сельское хозяйство, туризм, проблемы строительства школ и других социальных учреждений, а также конкретные результаты в каждой сфере по отдельности. Все это нашло отражение в докладе председателя правительства Дагестана. Наш корреспондент Целия Магомедова расскажет подробнее. Положительного много. Прежде всего, это показатели в туриндустрии. Так, за прошлый год Дагестан посетили более полутора миллиона человек. Турпоток по сравнению с прошлым годом вырос на 12%. Отличились мы и в производстве шерсти. 25% продукции всей страны – это наше достижение. Порядка 72% соответствует всем требованиям шерсти для изготовления, например, высококачественной ткани и другой продукции. Дагестан вошел в число пилотных проектов, где планируется развивать глубокую переработку шерсти. Выправить ситуацию правительство республики пытается в топливно-энергетическом комплексе. Несмотря на постоянные плановые и аварийные отключения света, в регионе на 26 центрах питания увеличена трансформаторная мощность. Отремонтировано более 370 подстанций и заменено еще 110. Для ликвидации происходивших в прошлых периодах массовых технологических нарушений и временных ограничений электроснабжения потребителей в 2023 году выделены средства в размере 1 миллиарда 750 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 208 миллионов рублей получены из федерального бюджета в форме субсидий. На ближайшие три года в федеральном бюджете заложено еще порядка 9 миллиардов рублей. Это поможет нам и дальше снижать цветовые ограничения и стабилизировать ситуацию. Хватает и проблем. Особенно в приоритетном для региона сельском хозяйстве. Премьер-министр доложил, что сельхозпроизводителям не хватает 30 тысяч единиц спецтехники. Решать вопрос будет за счет агролизинга. Машины приобретут у отечественных производителей. Еще одна сложная задача заключается в наличии аварийных и ветхих школ, а также нехватке детских садов. Республике не обойтись без продолжения программ строительства и капитального ремонта, общеобразовательных и дошкольных учреждений. До конца 2024 года планируется открыть еще 29 школ и 13 детских садов, а также завершить строительно-монтажные работы и ввести в эксплуатацию 17 школ и один детский сад. По словам депутатов, доклад премьеры был обстоятельным. Они в основном благодарили Абдулмуслима Абдулмуслимова и министров за проделанную работу, а также делились мнением по поводу того, на что власти республики должны сделать акцент в этом году. С учетом того, что у нас все же аграрная республика, мое мнение, что они недостаточно уделяют внимания, для того, чтобы еще больше надо консолидироваться, еще больше нужно работать в этом направлении, чтобы были результаты. Очень много земель есть у нас, которые не осваиваются, очень много земель, особенно в северных районах, поэтому вот эту сторону жизни они должны обязательно участвовать. В рамках сессии Абдулмуслим Абдулмуслимов отдельно рассказал о помощи семьям участников СВО. В качестве поддержки им было направлено более 400 миллионов рублей. Также было отмечено, что число дагестанцев, удостоенных высшей награды, звание Героя Российской Федерации увеличилось до 9 человек. Не обошел стороной премьер-министр события, происходящие в секторе газа. В нашей республике на сегодняшний день проживает 183 эвакуированных палестинца. В целом, отчет премьер-министра занял немногим более часа. За это время депутатов заверили, что правительство республики продолжит работу по социально-экономическому развитию региона. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. 15 человек спасены в Гунипском районе из снежного плена. Местные дорожники при помощи двух бульдозеров вызвалили четыре машины, которые застряли в сугробе на Харипском перевале. Это микроавтобус с восьмым пассажирами, буханка предпринимателя из Унцикольского района, в которой он вез корм для скота. В снежных оковах побывали также пассажиры Приоры и Нивы. Все 15 путников были вызволены из снежного плена благодаря усердию и профессионализму дорожников Кумбетовского района. Их жизни ничего не угрожает. За прошедшую неделю в Дагестан через госграницу Яра Казмоляр прибыло более 130 тонн столовых яиц. Очередные партии товара поступили из Турецкой республики и Азербайджана в количестве 2,5 миллионов штук. Отметим, что завозить импортные яйца в наш регион начали в декабре прошлого года на фоне дефицита товара. Всего за этот период поступило более полутора тысяч тонн продукции. Названы самые популярные в Дагестане для новорожденных в 2023 году мужские и женские имена. Рейтинг возглавили Мухаммад и Марьям, сообщают в ЗАГСе региона. Они пользуются наибольшей популярностью в республике и, вероятно, отражают традиционные предпочтения среди родителей, отмечают эксперты. Также среди мальчиков востребованы Халид, Адам и Умар. Ну а среди девочек часто встречаются Фатима, Амина и София. Также названы самые нежелательные имена. Дагестанцы к ним причислили Декабрь, Реклама, Литература, Товарищ, КамАЗ и другие. Это выяснилось в результате социологических опросов, проведенных в регионе. Наши корреспонденты тем временем решили провести свое исследование и спросить у жителей республики, какой, на их взгляд, самое популярное и самое необычное имя в Дагестане. Самые необычные и распространенные имена, которые вы слышали? Во-первых, по-нашему Дагестану этот Магомед. Второй Рамазан. Самые необычные, которые вы слышали прямо в общении? Самые необычные, это, значит, иностранные, которые прописали к нам национальные, как называется, блюда. А среди девочек назовете? Среди девочек? То же самое, Патимат, Салихат, Уму Кусум. Ну, наверное, Мухаммад. А среди девочек? Ой, очень мне сложно. Амина. Самые редкие имена, которые вы слышали? Арама. Это такое редкое имя, я считала, что это вообще мужское имя почему-то, но оказывается жесткое имя. Ну, распространенные имена это Патимат, Мадина, ну, много таких имен, да, в Дагестане. Ну, мужские имена тоже есть, Мурат, например, Булат тогда, вот такое имя, которое редко встречается. Камила или Аня. А популярные вот среди девочек и мальчиков именно в Дагестане? София, Мария. Мальчиков? Например, Дурахман. А редкие имена среди мальчиков? Редкие, редкие-то большинство мусульманских, но я таких мало знаю очень. Самый распространенный Шамиль, наверное, Магомед. Ага, среди девочек. Среди девочек Амина, Фатима, Патя тоже. Лазер. Это мужское или женское? Мужское на поселке у нас, когда я был маленьким, у нас на поселке два брата было. Роберт и Лазер. Среди женщин. Сурия. Амина. Редкое имя еще Мухаммад. Уже с ним где-то слышал. Сейчас чаще начинаю встречать Мухаммад. Вы слышали, да? Да, конечно. Вот, Амина, Мухаммад, потом Фатима. Ну, или Патя, либо Фатима. Ну, редкая, например. Вот и Смиральда недавно слышала. Мне кажется, у нас не часто бывают такими именами. Самые популярные, может, среди девочек и мальчиков? Самые популярные сейчас, не знаю, Аида, Наида. Вот эти, по-моему. София вот сейчас новая. Среди мальчиков? Шамиль, Мухаммад. Саид. Саид. И Гаджи. Гаджи тоже. Среди девочек? Фатима, Патя. Необычные? Ну, литература из мальчика. Еще, это... Читика. А, я знаю мальчика Сентябрь зовут. Профессор Магомед, это, наверное, Патимат или Хаджи-Град. А вот необычные, это я не знаю даже. Выкрутасами бывают имена? Вот ноябрь, декабрь. Еще там с поворотами было, я сейчас не вспомню. Дагестанские огнеборцы провели совместные пожарно-тактические учения на одном из объектов Росгвардии. По легенде, возгорание произошло на первом этаже административного здания. Росгвардейцам предстояло до приезда пожарного расчета организовать оказание доврачебной помощи условно пострадавшим, эвакуацию личного состава и ценного имущества. Задача прибывших на место огнеборцев – оперативно локализовать очаг возгорания и ликвидировать пожар вместе с силовиками. Главная цель таких учений – отработка слаженности действий сотрудников МЧС и Росгвардии. Пять путевок на Малыхадж Умра, проповеди ученых, мавлиды и многое другое. Впервые в Махачкале в мечети имени Алихаджа Кушинского на редукторном кольце состоится маджлист Богослового Дагестана. Ожидается участие ученых с разных уголков республики. Мероприятие состоится в субботу, 2 марта в 10 часов утра. В настоящий момент активно идут подготовительные работы. Это очень радостное событие для нас. Идет подготовка, ход для женщин, которые подготовили мы. И есть еще два основных хода для мужчин. Могут спокойно прийти. Есть второй этаж, есть основный зал. Могут поместить здесь во втором и первом зале. Это более 5000 человек. Вы можете спокойно прийти и наслаждаться нашим маджлистом. Мечеть готовится принять более 5000 человек. Приглашены взрослые и дети, как мужчины, так и женщины. Для всех участников также будет подготовлена горячая еда. В этом, во-первых, есть объединение, а во-вторых, есть полезные знания, которые мы можем получить от богословов. Все те люди, которые сюда придут, они отсюда уйдут готовыми к встрече в месяц Рамадан. Духовно и физически. Сестры, братья с семьями, с детьми могут приехать, принять участие. Готовы принимать гостей в субботу в 10.00. Есть чем гордиться и есть к чему стремиться. В школе бокса имени Гайдарбека Гайдарбекова отчествовали лучших спортсменов и тренеров 2023 года. Награды десятки лауреатов вручали олимпийцы и чемпионы мира. Тему продолжит Курбан Рагимов. Мастерство, сила духа и большое желание быть первым. Вот что отличает Чаирава Ашалаева от других его сверстников. Прошлый сезон выдался для 22-летнего боксера насыщенным. Выезды на сборы и соревнования, тренировки в зале, десятки проведенных боев вылились в победу на первенстве Европы в Черногории. Пришло время пожинать плоды ученику Хайла Акаева, спортсмен года в школе имени Гайдарбекова. Смотря еще на других спортсменов, когда видишь, что они больших институтов добились, хочется и самому тоже добиться, и они тоже мотивируют как-никак. За ними вот уже мы тоже тренируемся, плачем, да и добиваемся успеха. От молодежи меня освободили, а сейчас у меня бой будет. 3 марта 6-й раундовый бой, полупрофессиональный бой будет в Сочи. Там бой пройду, и после боя хочу операцию сделать, здоровьем заняться. И, иншалла, к чемпионату России я буду уже в форме. Успехи Ашалаева ставят в пример его же сверстникам, а также более молодым воспитанникам школы бокса имени Гайдарбекова. В минувшем сезоне спортсмены также отличились на престижных международных турнирах и чемпионате страны. Всего конверты и спортивную атрибутику получили 10 спортсменов. Отдельно отмечены и наставники, те, кто день за днем помогает своим ученикам преодолевать трудности. В ходе беседы с боксерами и их родителями больше говорили о воспитании. Ну, я думаю, что если спортсмен на самом деле не воспитанный, какой толк его тренировать. И вот у моего тренера была задача, он всегда говорил, ты можешь стать чемпионом, можешь не стать, но человеком обязан быть. Это наш девиз для нашего спорта. Всегда у меня было такое желание, как бы, как мотивировать наших детей, чтобы они больше занимались спортом, больше их привлечь к спорту. Основное, вот, раньше, помните, вот, при Министерстве спорта всегда это проводилось, это было так красочно, красиво проводилось, этих таких, приглашались там практически, вся руководство республики там присутствовало. И это очень сильно нас мотивировало тоже. Я помню, у меня есть до сих пор эти кубки, там, 10, лучший спортсмен года, и это у меня там каждый год, она прибавлялась, прибавлялась, и это для меня была большой мотивацией. И я вот по этому примеру хотел, чтобы у нас в спортивной школе отдельно тоже отмечалась. Спорт закаляет характер, воспитывает силу воли и ряд других благородных качеств. Об этом говорили как спортсмены, так и религиозные деятели. Организаторы и гости уверены, что участвование лучших спортсменов станет для молодежи еще одним стимулом к новым победам. У нас, конечно, это было очень редко такое, но сейчас, я думаю, это очень важно для этих ребят, еще больше, чем для них, важно для тех, кто сидели в зале и видели, как отмечают вот этих чемпионов, которых поднимают на вот эту сцену. Я очень рад сегодня присутствовать на таком мероприятии. Это очень нужная вещь для нашей молодежи, тем более наше нелегкое время. Когда очень много соблазнов, много всяких непонятных кумиров. Вот таких ребят надо брать пример. Большие планы у спортшколы Гайдарбека Гайдарбекова и на 2024-й Олимпийский год. В этом сезоне спортсменам предстоит оспаривать путевки на чемпионаты и первенства Европы и мира. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова